Лучшие практики коллег необходимо перенимать. Депутаты Чебоксарского городского собрания на днях побывали в Казани. Как живет один из крупнейших мегаполисов по Волжье? По какому принципу работают важные хозяйственные сферы? В первую очередь депутатов интересовали вопросы благоустройства и сортировки отходов. Бич любого современного города огромное количество отходов, которым можно дать вторую жизнь. В Казани эту проблему решили просто. Стали создавать пункты приема вторичного сырья. Руководитель проекта «Чистая среда» Ян Наумов рассказал, что люди могут сдать на переработку картон, бумагу, различные полимерные изделия. Довольно-таки положительные такие результаты он дает как для управляющих компаний. Динамику мы видим, и районы видят тоже, что и дворы очищаются. Также сейчас планируем отдельным проектом развивать уже стекло, прием стекла. Всего в Казани создано 9 таких пунктов. К апрелю их количество предполагается довести до 25. Аналогов такого проекта в России нет. Вторсырье прессуется в самом пункте, что сокращает затраты на логистику. Все отходы отправляются на переработку. За прошлый год в пунктах было собрано более 700 тонн вторсырья. Депутаты всерьез заинтересовались этой практикой. Что касается собственных отходов, то в Казани действует своя мусороперегрузочная станция. В сутки она принимает и сортирует на 550-600 тонн твердых бытовых отходов. Участники делегации обсудили вопросы раздельного сбора отходов и формирования тарифов, цен за вывоз и утилизацию. У них объемы немножко другие, отличаются от наших, но в принципе технология одна и та же. Парк имени Урицкого в 2016 году стал лучшим объектом благоустройства в Казани. Здесь инициативу поддержало руководство предприятия, на котором работает большинство жителей этого микрорайона. После публичных слушаний, где горожане смогли высказать свои пожелания, был создан проект парка. В парке появилась прорезиненная дорожка для бега, удобные скамейки и шезлонги, детский городок, мосты через канал и озеро. И очень интересно то, что вот сейчас наши коллеги из Казани говорят, насколько казанцы активно участвуют в обсуждениях. И люди радуются тому, что их идеи, их предложения воплощаются. И администрация довольна тем, что они делают то, что именно население хочет. И еще один интересный опыт отметили чебоксарские депутаты. При входе в администрацию Кировского и Московского районов гостей, так теперь называют здесь приходящих людей, встречают не пост охраны, а зона гостеприимства. Негативно настроенные граждане приходят в администрацию, они приходят решить свой вопрос. Так встречают улыбчивые, приветливые сотрудники, которые обучены этому делу, во-первых. Во-вторых, четко ориентированы на то, чтобы как можно быстрее решить проблему, которая есть у посетителя. Здесь же терминал для оплаты услуг ЖКХ, записи к врачу или сотрудникам администрации. Можно оплатить штрафы, госпошлины и разные налоги. То, что сегодня произвело впечатление, это, конечно, зона гостеприимства, которая устроена в администрации сразу на входе. Это некий ресепшн, где любой человек, обратившийся в администрацию, получает кольцерный ответ, получает какие-то рекомендации по заполнению тех или иных документов, чтобы он ушел уже на прием, подготовленный. В администрации Кировского и Московского районов Казани внедрена система «Безопасный город». В каждом дворе установлено по три камеры. Это позволяет следить за ситуацией. Такую практику сейчас начинают внедрять и в Чебоксарах. Много вопросов у нас было именно связано с проблемами жилищно-коммунального хозяйства. И вот именно эти проблемы мы обсуждали. Мы очень много увидели, как идет раздельный сбор мусора в городе Казань, потому что есть чему поучиться и нам. Чебоксарские депутаты также изучили опыт казанских коллег по организации наружной рекламы и созданию оригинального архитектурного облика столицы Татарстана. Татьяна Молкова, Андрей Спиридонов, Республика.